Привет! Вы слушаете радио «Умазный край» у микрофона Григорий Евтодий. Этим летом пройдет не только акция на работу на велосипеде, но еще и Мирненцев призовут провести целый марафон, который будет называться «Веломарафон». Проводит его районная администрация, а точнее районный комитет по физической культуре и спорту. И с организатором этого мероприятия Евгением Артемовым мы сегодня и встретимся, и поговорим. Евгений, рад видеть вас в нашей студии. Приветствую. Добрый день. Ну что ж, вот такая вот акция, которая называется «Веломарафон». Все правильно говорю? Да, все правильно. Забыл только еще упомянуть, да? Да, только вы сказали, что это среди мирненцев, а веломарафон проводится среди жителей Мирненского района. Мирненского района. Всего района, да. То есть и Айхальцы, и Удачницы, и жители Светова, и Чернышевского могут тоже поучаствовать. Совершенно верно. И Тасьюрях, и Сюльдюкар, и даже те жители всего Мирненского района, которые сейчас находятся в отпуске, они тоже могут принять участие в этом соревновании, так как оно происходит в онлайн-режиме. Ну главное, чтобы прописка была, я так понимаю, хотя бы. Или тоже не обязательно. Ну просто, чтобы они были жителями Мирненского района. Вот, например, поехали вы в отпуск в Новосибирск, у вас там есть велосипед, и вы знаете, что будет проходить такой соревнований, вы можете заявиться так, как житель Мирненского района. Окей, а как в нем поучаствовать? Это надо будет где-то собраться в Айхале и выехать из Айхала до Мирненского. Ну, конечно, нет, это все будет проходить. Чтобы поучаствовать в этом веломарафоне, нужно подать заявку на телефончик 8 924 363 49 40, отправить в WhatsApp сообщение о том, что вы хотите поучаствовать в веломарафоне. Я приму вашу заявку, запишу вас. Все участники поделены на 5 возрастных категорий, как у мужчин, так и у женщин. Зачет будет проводиться отдельно. То есть вы подаете мне заявку, я включаю вас в WhatsApp-группу, где очень подробно рассказываю все условия соревнований. И мы с вами 13 числа. Мирненцы собираются в парке 13 числа в 12 часов дня. Айхальцы собираются возле сок «Алмаз». Время уточнят они чуть-чуть попозже. Светлый, пока еще не сказал, но тоже собирается в каком-то месте. Все собираются, будут раздавать манишки. Фирменные манишки заказали специально под мероприятие «Веломарафон». Манишки будут разданы, и в 12 часов будет дан старт этого мероприятия. Мероприятие, как я уже говорила, в онлайн-режиме по приложению «Адидас Ранинг». Так, а зачем тогда манишки нужны? Я уже, собственно, сбор в одном месте. А манишки нужны, сбор в одном месте для того, чтобы получилась очень красивая фотография в манишках, в которых впоследствии все спортсмены будут кататься в течение пяти дней. Все будут смотреть на них и думать, что же это такое? Почему они в таких красивых манишках катаются? То есть не просто катаются, а участвуют? Конечно, участвуют, да. Приобретают здоровье для себя и пропагандируют спорт для всех. То есть это такая еще и сувенирная продукция? Да. Ну, надеюсь, манишки яркого какого-нибудь желтого цвета или еще какого-нибудь? Совершенно верно, манишки яркие, в желто-оранжевом цвете, с надписью «Мирненский веломарафон». А как будете отслеживать? Вот «Адидас Ранинг» — это, да, классное приложение, сам им пользуюсь. Но, опять же-таки, надо будет скриншоты сбрасывать, там, историю. Что это в техническом, если… Если в техническом плане, то, получается, человек скачивает себе на мобильный телефон приложение «Адидас Ранинг», подписывается в нем на меня, как на организатора Артемова Евгения. Я подписываюсь на него. И при заездах включается лайв-тренировка. Я вижу, когда у меня спортсмен поехал, где он ездит, как он ездит. По окончании, там, в новостной ленте я вижу все тренировки. Я потом сажусь в конце вечера. У нас соревнования, кстати, проходят с нуля часов до 24.00. Один заезд в день. И вечером я сажусь и в табличку каждого участника заношу по возрастным категориям. И ежедневно стараюсь к утру сделать табличку по всем возрастным категориям, кто сколько проехал, кто на каком месте в данный день. Целых пять возрастных категорий. Пять возрастных категорий от 8 лет до 45 и старше. А это именно соревнования или это все-таки больше именно акция, в которой можно поучаствовать? Это соревнования, потому что акция, она как бы... Нет, здесь соревновательный момент появляется именно, когда все приходят и говорят, ну, покатаемся, покатаемся. А потом, когда первый день все прокатились, и где-то в час ночи в WhatsApp поступила табличка с результатами, и ты видишь, что ты проехал 30 километров на велосипеде, а Маша проехала 37. Ну, я же тоже могу проехать 37. И вот так вот разгорается азарт, и у нас доходило до того, что ребята катали в день по 178 километров. 178 километров. В прошлом году у нас Иннокентий Наговицын, да, проехал на велосипеде. Ну, Иннокентий Наговицын, вы его, наверное, знаете. Это известный, конечно, велосипедист, который и по Европам ездил, и по Америкам. Ну, ладно, там у нас есть еще Кушнов Александр, который, он не ездил по Европам и Америкам, он, ну, 156 километров было. А так он до этого, это самый большой результат был в прошлом году, а так до этого он ездил стабильно 100 километров каждый день. А сравнивается именно расстояние? Именно расстояние. То есть не темп, допустим, время этого темп. И темп тоже. Да, в этом году я буду прям строго судить по темпу, потому что у нас вот сейчас прошли соревнования в бегущий район, также в онлайн-режиме, и показала практика, что это все-таки не акция, это все-таки соревнования, серьезные соревнования, где люди борются. Ну, как бы они, конечно, бегают все в свое удовольствие, но потом все-таки включаются в борьбу, и уже приходит тот момент, когда надо оценивать именно с точки зрения суди, чтобы все было честно, по правилам, чтобы никто... не мухлевал, так скажем, во время соревнований. Ну, а, кстати, бывали ли такие случаи? Да, случаи бывали, и, в принципе, у нас город маленький, все друг друга знают, все друг друга видят, и как бы если ты как-то там... А что это за случай мухлежа? Там все в машину включил трекер и поехал? Ну, можно, когда бегаешь, сесть на велосипед и ехать с низким темпом. То есть велосипед, ты едешь примерно, темп смотришь, как будто бегущий, но в приложении есть такая функция, как средний шаг и длина среднего шага, и количество средних шагов в минуту. То есть если ты едешь на велосипеде, у тебя показывает, что у тебя средний шаг от двух с половиной до четырех метров. Гигантский такой немножечко шажой. Ну, и как бы это... Отслеживается. То есть это все в приложении отслеживается, да. И вот в этот раз у меня прямо ограничение темпа 6... Темп должен быть 6 минут на километр. Если будет 6 минут 15 секунд, средний темп, опять же, то весь заезд не будет засчитан. На самом деле это кажется, что вроде как много... Это очень большое, потому что сейчас бегали, спортсмены бегали не меньше 8. У них было на километр. Это не бегали. А на велосипеде-то можно же быстрее ездить. То есть это не надо на велосипеде ездить со скоростью 20 км в час. Нет, вы один километр можете проехать за 10 минут, например, а другой километр можете проехать за 2 минуты, если будете с горки ехать. Сейчас некоторые велосипедисты... Да, да, ага, то есть будет 4, потому что мы знаем некоторых велосипедистов, а спортсменов, опять же, активных, которые очень быстро едут. Кто-то только сел на велосипед, а он уже вжух. Ну, он же не может ездить долгое время вот так вжух. Так именно за это их и зовут лосями. Что некоторые способны. Ну, ладно, понятно. То есть еще раз, ограничение по темпу, это 6 км на... Средний темп, 6 минут. 6 минут на километр. Да. То есть не больше, не надо там ездить быстрее, так сказать. Быстрее можно ездить, медленнее ездить нельзя. Медленнее ездить не стоит. Да, просто это к чему? Это потому что, допустим, у нас один заезд в день считается. Это чтобы вот человек выехал, и он целенаправленно ездил на велосипеде. А не, например, доехал до магазина, зашел там, поел, попил, вышел и пошел дальше кататься. Тогда у него средний темп упадет. То есть вот в чем еще суть. Чтобы ты выехал и поехал кататься целенаправленно. Не ездил там с 8 утра до 8 утра. Ну, то есть это же нереально. Согласен. Ну, если говорить о предыстории. Вот мы сейчас говорим о пробежках, о том, что вот был опыт организации таких марафонов именно с бегунами. Про велосипедистов я вот честно не помню. Вот было такое или нет у районного комитета по физической культуре и спорту? Да, в 2000 году, когда к нам пришла пандемия, когда были запрещены массовые сборища людей, так скажем, нам приходилось искать выход и проводить соревнования. И мы пришли к такому выводу, что нужно провести онлайн соревнования, когда каждый человек выбирает себе время, место для занятия спортом индивидуально, не как бы встречаясь друг с другом, ну, как тогда нужно было. И у нас сначала был бег, а потом мы поняли, что можно же еще и на велосипеде так же покататься. И у нас вот с 2000 года проводится как бегущий район, так и Мирненский веломарафон. Ну, и мы думали, что это мероприятие пандемии, так скажем. Но нет, эти мероприятия очень понравились жителям местным. И они как бы просят, когда, когда, давайте, давайте, проведем, проведем. Все ждут этих мероприятий. Так, настало время еще раз повторить все пароли явки и обозначить, где можно почитать поподробнее. Может быть, где-то уже выложена информация со всеми его данными, телефонами, потому что, мало ли, вдруг кто-то на слух не успел услышать, запомнить. А вот он может зато пройти по такой-то ссылке, по такому-то адресу, в какую-нибудь группу заглянуть и там все это еще раз узнать для себя подробнее. Да, информацию о Мирненском веломарафоне можно прочитать в телеграм-группе администрации муниципального образования «Мирненский район» и также в телеграм-канале «Комитет по физической культуре и спорту». Ну, или вдруг проверим вашу память и по номеру телефона. И по номеру телефона. 8-924-363-49-40. Зовут меня Евгения. Пишите. Ну что ж, я пожелаю удачи всем участникам веломарафона, который будет проходить в Мирненском районе. Напомню то, что акция стартует. Кстати, а действительно, когда стартуют акции-то? Мы и не сказали. Акция у нас стартует с 13 августа по 17 августа. Проходить она будет в течение пяти дней. Всего лишь пять дней. Одна рабочая неделя. Пять дней на самом деле. Это очень много для катания на велосипеде. Особенно с непривычки. Главное, чтобы и погода не подвела, и с ней повезло тоже, почему бы и нет. Ну и плюс, и ветер попутный пусть будет. Кто знает. Наверняка он пригодится. Напомню то, что гостью эфира была Евгения Артемова, специалист районного комитета по физической культуре и спорту. Говорили мы, повторюсь, о веломарафоне, который стартует в Мирненском районе. Ну а у меня на этом все. Желаю вам удачи, спортивных достижений, ну и просто хорошей недели. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова